Всем привет! Шовный герметик. Имеется у нас пациент вот здесь со сложными местами, на котором надо положить шовный герметик. Для работы будем использовать распыляемый герметик АПП фирмы. Это единственное, что я смог быстро вот так вот прям приехать, где там это было в магазине, серого цвета. Нужна вот такая насадка на пистолет. Бабочка называемая в простонародье. Я уже показывал для чего она, но сейчас покажу еще раз на этом примере. Пистолет этот чуть-чуть необычный от всем привычных пневматических для нанесения, потому что у этого пистолета есть игла. Этот пистолет вообще предназначен именно для распыления. Но у него также есть специальная насадка. Мы закручиваем подачу воздуха на распыление, и у нас остается воздух, который давит только в бачок и выдавливает герметик нам. Но чем удобно, что есть игла, нет никакой динамики у массы, у состава. То есть мы как только закрыли подачу, все у нас, все мгновенно остановилось. Это огромный-огромный плюс. Про подготовку поверхности кратенько. Здесь все было заматовано 220-м наждаком, подгрунтовано, просушено, перетерто красным скотч-брайтом и обезжирено. Для адгезии этого более чем достаточно. Теперь носик-бабочка, насадка. Она имеет у себя шкалы нечетные и четные в миллиметрах. Когда мы по ним отрезаем, это четко такой ширины, по миллиметрам будет шов ложиться. Бабочка вот имеет вот такую форму. То есть вот это низ у нее, чтобы ориентир вверх должен быть чуть-чуть выпуклым у шва. Крылышки эти мы обрезаем так, как нам нужно, чтобы упереться в край и вести. Ширина мне тут нужна, но реально максимальная. Так, во-первых, мне вот этот край правый не нужен вовсе. Он мне только мешает в работе. Поэтому его удаляем полностью. Оставлю только левый. Скажу так, в принципе, можно убрать и левый, и ориентироваться, когда ведем, придерживать пальцем. Но вроде бы тут, вроде бы, я смогу провести и так. Итак, давайте начнем с 11 отрежем. И посмотрим, что у нас получится. Мне надо положить максимально широкий, чтобы позакрывать все хвосты, все косяки. Потому что тут очень прямо, прямо серьезно. Так, то есть вырезаем, примеряем, смотрим так, как должно быть в идеале. Я смотрю, что у меня мало 11, еще на 1 мм отрежу. То есть подгоняем по факту необходимого нам размера. Лучше пройти по всем, где мы будем работать, углам, проверить, чтобы у нас нигде не оказалось, что у нас что-то упирается. Ну, а тут уже в одном месте, вот, около фары я нашел, что у меня упирается. Ну, будем класть так. Сначала вот эти три линии, потом переверну багажник на другую сторону, те линии. Есть. Еще из того, что я сейчас сделаю. Это я на углу коробки просто настрою себе скорость пистолета прохода. Потому что я этим герметиком работал последний раз больше года назад. Тем более не таким пистолетом. Поэтому лучше настроиться. Если он настроится на коробке или какой-то железяк, то можно взять старый элемент, у меня просто кузовных элементов сейчас. Пока что старых еще нет. Просто этот герметик смывать, честно, ну, такой гемор. Скорость регулируется давлением. Ну, можно еще подачей здесь, но в основном давлением. То есть скоростью выдавливания. Вот я нажимаю, воздух уже пошел. Подачи еще нет. Нажимаю на курок. Ну. О, пошел. Откручиваем. Медленно. Где-то так. В принципе, неплохо. Ну, теперь все зависит, так сказать, от нас. Шовный герметик этот сохнет очень долго. Поэтому, если что-то не получилось, ничего страшного. Берем обычную обезжирку и долго, ну, там все вымываем, смываем. То есть он смывается обезжиркой. Так, тренируемся. Оп, перчатка уже заживала. Тут у меня все будет нормально. Поехали. Главное, чтобы нигде ни за что не зацепился шланг. Это, по сути, самое главное. За что люблю именно этот герметик? Вот даже я его тут начал чуть-чуть неровно. Он сейчас растечется, и все краешки у него полностью прилипнут к основанию. То есть не будет так, что вот мы провели, если густой герметик. Краешки чуть-чуть торчат. Ну, так получается, допустим. Они так и останутся. Здесь нет. Тут он, это распыляемый герметик, и он жидкий. Он ляжет. Полностью ляжет. И шов будет ровненьким и красивеньким. Вот. Хотя в начале у меня рука, ну, чуть дрогнула, и была волна. Ее уже не видно. А дальше он еще больше растечется. Вот тут какой-то пузырик воздуха. Ну, это уж извините. Края пока не трогаю. Сейчас положу вот эти вот штучки. Края потом вот так вот снимутся, будут одинаково ровные. Далее, после того, как разложили на углах, сошлись, неважно, сошлись хорошо, сошлись не очень красиво, берем что-нибудь смоченное в обезжирке, ну, у меня в данном случае салфетка под руками, шпатель, либо просто резиновый шпатель, либо визитку. Кусочек наждака мягкого какого-нибудь, в общем, что-нибудь смачиваем в обезжирку, чтобы оно не сильно слиплось с гермитосом с этим. Смотрим, если это перекладываем под завод, да, какой-то, как выглядело это на заводском элементе, потому что на некоторых чуть-чуть снято, на некоторых много снято, действительно прям много снято с углов. Вот, смотрим, как это выглядело, и просто вот так вот втыкаем и на себя протягиваем. Все, а-ля завод. То же самое делаем со всеми остальными углами. Даем ему потом так высохнуть, то есть я это специально делаю на ночь, чтобы он хорошо высох, потому что этот гермитос должен просохнуть. Если он не просохнет, его и сложно окрасить, на нем краска расплывается, на него ничего не ложится, невозможно обезжирить, за салфеткой тянется верхний слой. Короче, надо ему дать хорошо высохнуть. Закончил раскладку. Два раза вот тут я перекладывал, не могу пройти ровно. Цепляется, клеенная крышка получается двойная, цепляется, и на местах, на местах, где какие-то вот эти бугорки, идет перекладка слишком, перегрузка. Я уже второй раз плюнул, кстати, первый раз был чуть-чуть лучше, чем второй раз. Все, в таком состоянии гермитосик оставляем на ночь. Если есть какие-то огрехи, можно их сейчас пройти, подтереть аккуратненько, краешек подправить. Я вот, допустим, тут подправлял краешек, переворачивался, видать, рукавом чуть-чуть краешек потянул. Я его сравнял, чтобы он был в одной линии, а вот этот волнение, он когда подсохнет, я его спокойненько, наждыком подрежу, подровняю, и при покраске будет все красиво. Сейчас крышку выставлю в положении ни туда, ни сюда, так сказать, вот так, 50 на 50, чтобы вот этот слой толстого герметика просто не стек в канавку, а он может, потому что слой большой. И все. Дальнейшие работы с ним после высыхания любые можно. Скотчбрайтом мотовать, обезжиривать, грунтовать, окрашивать, ну, нравится, что кроме не шпатлевать на него. Все остальные работы на него разрешены. Хороший очень ствол, прям понравился так. Обязательно к нему нужно редуктор вставить, хоть бы какой-то, обычный китайский дешевый. Но нужно регулировать на него обязательно давление на выходе. Герметиком заваливал вот таким. МС-полимер. Есть у разных компаний, абсолютно у разных, но очень распространенно ПП. Ну, прям фактически реально везде. Хотел договориться с Террасоном, но что-то наша украинская компания Террасон, они просто не хотят принимать заказ. Я им звонил-звонил, звонил-звонил, плюнул звонить, взял АПП. Хотя очень хотел взять Террасон. Он чуть-чуть дороже, но получше вроде бы как. Все. На этом все. Есть еще один интересный способ, его видел, но тут показывать как бы не рискнул. Это надо пробовать тренироваться, когда на обычный круглый носик срезают его под уголком и наматывают изоленту мягкую, которую пальцем дают нужную форму и проводят вдоль конта. Очень прям красиво получается, но это надо пробовать тренироваться, смотреть, что получится. На этом все. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok